Я боюсь, мы сейчас все пропустим! Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на нашем семейном канале. Меня зовут Марьяна. Сегодня давайте поговорим на тему Рождества. Вот осталось буквально уже считанные дни до Нового года, до Рождества, до рождественских праздников, до вот этого волшебного периода, где мы обмениваемся подарками и позитивными эмоциями. Как же происходит это все в Испании? Ведь это наши первые новогодние праздники в этой стране. Праздники начинаются в ночь с 24 на 25 декабря. В Испании это называется ночь сочельник, la noche buena. Многие испанцы считают, что это самый важный день из новогодних праздников. Просто вот, если честно, у кого не спросишь, у каждой семьи свои традиции и свои определенные предпочтения. Деткам, например, больше всего нравится 6 января, но об этом я расскажу чуть позже. А многие празднуют именно 24 вечера. Это ужин, рождественский ужин считается. В эту ночь обмениваются подарками и дарят друг другу приятные эмоции. Есть на следующий день 25 декабря в Испании, называется la navidad. В этот день точно так же обмениваются подарками все, но уже празднуют в обед. Если будете, да, что-то спрашивать, например, да, вот мы привыкли, что на Новый год мы все едим салат, оливье, шампанское, там, бой курантов, смотрим речь президента. Ну и как-то телевизор такая неотъемлемая часть нашей жизни, да. Здесь такого вот основного прям блюда, основных блюд нету. У каждой семьи свои предпочтения. Даже не у всех елка есть, представляете? То есть самое главное украсить сам дом. А елка это не обязательный атрибут праздника. Есть другой обязательный атрибут праздника, о котором я хочу рассказать дальше. В магазине продаются разные такие маленькие фигурки. Многие спрашивают, зачем они нужны, да. Я тоже, когда приехала сюда и начинала потихоньку готовиться к Рождеству, к праздникам новогодним, я увидела, что эти какие-то статуэтки, они совсем странные для меня. Там афроамериканки, например, с какими-то подарками, еще какие-то люди, мужчины на верблюдах. Я не понимала, что происходит, а оказалось, что это специально так празднует Рождество. Смотрите, начинается 1 декабря. Детки открывают вот такие подарки. У нас, например, есть вот такие коробки, да, с окошечками. О, вот это уже почти вся открыта, да. В общем, это моя, это Олега, там где-то Эрика. Суть в том, что открывается каждый день по одной шоколадке. С 1 декабря по 25 декабря. 25 декабря или некоторые 24 вечера дарят друг другу подарки. Дальше праздники не заканчиваются. У деток вообще, ну вот приблизительно в 20 числах уже начинаются каникулы. В школу они идут, ну, в этом году, например, у нас 7 января. 31 декабря и 1 января никто не празднует. Здесь вообще это не считается как праздник. А празднуют в другой день. Значит, детки открыли с 1 по 25 все шоколадки. Потом им подарили подарки. А потом 5 января приходят молхвы. И это безумно красивый праздник, который радует вообще всех вокруг. Мне уже рассказали, как он будет проходить в нашем городе. Мы живем в лессианском сообществе в городе Сагунта. И у нас будет прикрыта главная улица. И вообще не будут ездить машины. И все, все испанцы выйдут на улицу. Я еще такого, если честно, вот за полгода живу, а тут не видела никогда. Я вообще не представляю, что меня ждет. Значит, будут идти волхвы. У них будет свита. И у свиты будут коробки. Ну, такие почтовые ящики. Они будут их нести. И задача ребенка написать письмо волхвам. И написать, значит, в этом письме, что ребенок хочет, чтобы волхвы подарили папе, маме, ему, в общем, тем членам семьи. Ребенок сам должен написать и отдать волхвам. Ну, разумеется, родители, конечно же, должны подготовиться к этому всему. И подарят 6 января подарок. Так вот, вернемся к статуэткам и ко всей этой прекрасной истории. Статуэтки можно найти, в принципе, во всему городу. Стоят они, ну, вообще от полутора-двух евро за каждую, да, до, ой, мне кажется, уже до бесконечности. Потому что я такую красоту видела, и там, и по 6 евро, и по 7. Суть какая. Значит, волхвы идут к Иисусу, и когда ребенок родился, ему преподносят дары. И значит, родители вместе с детишками строят целый город. Вообще, они его должны строить на огромном столе. Ну, примерно там, на 6-8 персов. И каждый год, когда наступает Рождество, вот эта рождественская пора, приблизительно с 1 декабря волхвы должны по чуть-чуть передвигаться поближе к Иисусу. То есть, построено на огромном столе, и там могут быть и реки, там могут быть и озера, там могут быть привалы. Там, не знаю, даже видела такое, что кушали, готовили кушать на костре. То есть, там даже вот такое. То есть, родители так заморачиваются по этому поводу, по этим фигуркам. Представляете, они даже переходят из поколения в поколение. То есть, вы это все покупаете не только для себя, но и для своих детей и внуков. И это все переходит по наследству. Что у меня вообще припечатала? Я настолько не ожидала этого всего. Я никогда ничего подобного не слышала. На этом огромном столе на одном конце волхвы пошли, на другом конце малыш Иисус живет. Значит, волхвы передвигаются, передвигаются, и вот они к 5 января приходят. И вот они идут по улице, и что происходит? Они распрасывают конфеты, представляете? Просто в нереальное количество, как рассказывают. И та конфетка, которая попадет сама к вам, то есть, там куда-то, то ли зашиворот куда-нибудь в капюшон, то ли там в карман, то ли будете руки там вот так вот держать, вот сюда там приземлиться. В общем, эта конфетка ваша счастливая, и нужно ее носить с собой. А если вы видите просто такую картину, что эти конфетки просто валяются, вы можете спокойно набивать карманы, просто ходить по улицам, и в общем, праздник живота, особенно для детей из Здравствуй, Карис. В общем, суть в том, что конфет не жалеют, их просто раздают, точнее, разбрасывают даже, и все неимоверно счастливы. Я не представляю, что это будет, значит, в этом году это будет наш первый опыт. Я планирую снять второе видео, примерно, как-то более хорошо я хочу подготовиться, потому что у меня есть некоторые наработки на видео, у меня есть то, у меня есть все, то есть у меня есть и фотографии очень красивые. Что-то я могу показывать и вставлять там в промежутках между видео или полноценным кадром поверх своего голоса. Но вы понимаете, что я это еще не пережила. Сейчас мы просто готовимся. И, значит, у меня получилось купить первые вот эти вот статуэточки. Значит, мне удалось купить Деву Марию, мне удалось купить младенца-малыша Иисуса, и Волхов, и Глория. Кто такая Глория? Я не знаю, почему у меня ее статуэтка есть. Расскажите мне, пожалуйста, кто такая Глория? Неотъемлемая часть. Новогодних праздников, что меня вообще поразило. Знаете, здесь нету так такового Деда Мороза, Санта-Клауса. В принципе, здесь подарки могут дарить совершенно разные. Ну, в общем, у них есть Дед Мороз, он называется как-то немножко по-другому. Помимо этого, у них есть Волфы, которые дарят подарки. Но это тоже не все. В Каталонии, как это есть такая история, в общем, там есть мальчик-засранец. Это тот самый мальчик, который распускает штаны, что-то там, и начинает, ну, в общем, делать свои дела. И там какой-то рядом пенечек что-то начинает мне рассказывать. Вот здесь какой-то. В общем, все эти легенды я еще толком не знаю. То, что она произошла уже из Каталонии, я уже в курсе. Ну, в общем, есть такое поверье, что ты чем больше бьешь этого мальчика палкой по попе, тем... Что у всех присутствует на столах, как было мне сказано, насколько мне известно на сегодняшний день, это морепродукты. То есть в ноябре месяце в магазинах якобы цены на морепродукты взлетают так, что умные хозяйки закупаются заранее, значит, морозят эти морепродукты. И уже на Новый год они на рождественские праздники готовят из морепродуктов разные совершенно блюда. Таких традиций, которые есть у всех, нет. По крайней мере, я о них пока еще не в курсе. Это, например, Иван Васильевич меняет профессию, или вот с легким паром, ирония судьбы с легким паром, да, или что у нас там еще каждый год смотрят, и что у нас каждый год там слушают. В общем, нету, в принципе, пока на данный момент мне о таких традициях не сообщили. Но я обязательно вам их расскажу, когда вы узнаю. Ну, видимо, после 6 января, потому что 5 января мы выйдем на улицу, мы отдадим вам письмо, и 6 января нас ждет очередное волшебство. Красота дома. Подарки очередные. Это, ну, вообще, очень, конечно, интересно получается. Значит, нам надо дарить подарки друг другу 25 декабря по уму. 31 декабря по уму. У меня еще день рождения 1 января по уму. 5, значит, вот это вот подготовка. А, подготовка, я не сказала еще, что будет 5, сейчас расскажу. И, в общем, 6, да, мы точно так же обменяемся подарками, по крайней мере, теми, которые ребенок попросил подготовить волхол для родителей. И друг для друга. История-то еще какая. Про волхвов совсем забыла сказать. Значит, они идут с 1 декабря по 5 января, и 5 января они приходят. Вы, когда сходили на праздник на улицу, со всеми отпраздновали, пофотографировали с волхвами, зарядились этими прекраснейшими позитивными эмоциями, вы приходите домой, и вашим трем статуэточкам волхвам наливаете коньяк или ликер, или что-то такое. В общем, оно должно стоять, ребенок должен это видеть, то есть мы приветствуем волхвов в нашем доме, ребенок ложится спать, мы быстренько ставим подарочки под елочку, и выпиваем, значит, эти 3 рюмки, должны быть выпиты. Также можно туда волхвам положить печеньку, или какой-то тортик, ну, в общем, какую-то вот вкусняшку. А наутро, то есть ребенок должен побежать и посмотреть, выпили ли все волхвы, скушали ли они дары, которые преподнесли родители, как они приветствовали волхвов в своем доме. И вообще, задача, это цель, да, вот этих передвижений волхвов по столу в течение месяца, да, чтобы ребенок просыпался утром, и каждое утро бежал к елке и смотрел, и там на столе, если она стоит, сдвинулись ли волхвы, они приблизились ли, хотя бы на чуть-чуть. В общем, это такая, вот такая интрига получается. Ладно, ребят, спасибо большое, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, если вы хотите следить за нами, за тем, что происходит в Испании, пишите комментарии. Мне очень интересно, что вы напишите, потому что это такое вот первое видео, оно больше экспериментальное, мне захотелось поделиться эмоциями, то, что я узнала, что, о чем мне рассказали, но это далеко не все. Я искренне верю, что в будущем будет намного больше полезной информации, плюс видео. Я уже хочу сделать как-нибудь в виде репортажа, это как я люблю. Ребят, заранее хочу вас немножко уже начинать, поздравлять с вот этими новогодними праздниками. Дай Бог вам здоровья, не болейте. Здоровье это наше все. Я шикарных вам желаю выходных. Всего вам доброго. И, ну что, начинаем друг друга поздравлять. С Новым годом, с наступающим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...